Привет всем желающим получить больше знаний и поделиться своим опытом. Я надеюсь, что вам будет интересна наша сегодняшняя конференция. Мы тут говорим о демократии. И я начну с того, что ускоренное насаждение демократии может привести к тяжелым последствиям, которые мы уже наблюдали, изучая историю человечества. Я готов привести много примеров, начиная от Древней Греции до наших дней. И вот мы сейчас посмотрим, до чего мы договоримся. Аж мурашки идут по коже от чувства ответственности, которое испытывает Сэм сейчас. Я приветствую всех участников и приветствую всех зрителей, которые, возможно, будут нас смотреть на Ютьюбе, Фейсбуке и в других кабинетах. Тема нашей зум-конференции – демократия как альтернатива тоталитаризму, доказывая сейчас свою несостоятельность. Видите, я тоталитаризм даже выговорить не могу, у меня язык поперед в горло становится. Можно вопрос сходу? Тема доказывает свою несостоятельность. В русском языке от интонации очень многое зависит. Потому что первое слово в объявлении было «тема», потом «демократия» как альтернатива, а дальше «доказывает свою несостоятельность». Поэтому получается, что если тема доказывает свою несостоятельность, то мы должны попрощаться и сказать всем спасибо. Режиссер нашей конференции, всем известный Сева Каплан, у которого больше ненавистников, чем любители послушать его. Это я ему потом в конце передачи расскажу. И даже здесь присутствующие два человека, Роман и Алекс из Калифорнии, Роман из Южной Каролины, Алекс из Калифорнии, пока я им не объяснил, кто такой Сева, они о нем очень плохо думают. Подтвердите, поднимите руку. Было такое. Я не шучу, Сева. Это спасибо за корректировку. Тема нашей сегодняшней зум-конференции... Чёрточка. Демократия как альтернатива тоталитаризму доказывает сейчас свою несостоятельность. Тему Сева. Может, люди лучше поймут. Демократия как альтернатива тоталитаризму доказывает свою несостоятельность. Прекрасно. А мы эту всю конференцию проводим в рамках интеллектуального клуба, который называется Transatlantic Connections. И я могу похвастаться, что мне удалось его наконец-то создать. И те люди, которые сегодня участвуют в нашей программе, это самые лучшие люди с двух сторон океана. Четыре с одной и один с другой. Хотя должно было быть восемь человек и представителей разных стран. Наверное, такая судьба у нас. Всё-таки построить мост Москва-Вашингтон. А уж как он будет раскачиваться над Атлантикой, это уж, как говорится, как карта упадёт. Я хочу обратиться к людям более старшего поколения, а мы здесь, в общем-то, такие довольно все немолодые. Вспомнить, как американскую демократию мы воспринимали, например, в 70-е годы. И как мы её воспринимаем сегодня. Это такая намётка. Желательно каждый освещать должен эту тему в рамках своей специальности, опираясь на конкретные факты. Потому что если я, например, полезу в какую-то биохимию, то это будет просто смешно слушать. Так же точно, как если Алекс начнёт кроить костюмы, Савченко. Ну да. Ну, увидите. А вы знаете, почему Алекса не видно? А он потом скажет. Потому что он в Калифорнии, в самой крутой зоне. У них плохо работает интернет. Меня периодически видно. То есть я иногда понимаю. Ну, чтобы вы не удивлялись. У них плохо работает интернет в Калифорнии. Сева, правда, ты этого не знал? Правда. Ну, теперь знаю. В процессе конференции записывайте себе вопросы, используйте своё установленное время. Если кто-то хочет отказаться от своего времени очередного, поднимите вот так вот руку и сделайте вот так. Во время конференции свободный вход, свободный выход. И, в общем-то, можно шутить. Ну, давайте сегодня без матюков. Но если одно слово Сэм или Сева или кто-то вставит, то это не считается матюками. Начинаем. Сэм, я думал, выход будет сотка, а вход рубль. Это всегда так. Мы же в блатном мире живём. Итак, Алекс Савченко, please. Меня, в общем, периодически меня должно быть видно. Добрый день всем. Мне очень приятно поговорить с умными людьми. Два слова ещё. Два слова. Перед тем, как говоришь, буквально 20 секунд, кто ты, что ты. Каждый скажет, в каком городе живёт. Да, я живу в Южной Калифорнии, в Сан-Диего. Это Биотек Хаб. Занимаюсь нейросайенс очень много лет. Ну и не только нейросайенс. То есть я учёный. И, в общем, всегда занимался всю свою жизнь наукой. Это биология, материалы и ещё что-то. И так далее. Закончил я МФТИ. Ну и, как водится, основная специальность – это в горении и взрыв. То есть, понятное дело, уже после этого биология – самое оно. Спасибо за приглашение на поговорить с Денисом. Реально получается так. Из того, что я понял по теме конференции, которую предложил Сэм, люди через всю историю во все времена стремились к совершенству, к идеалу. Древняя Греция сказала в какой-то момент, что мужское тело – это идеал, а женщины – ну так. Не говоря уже об эпохе Возрождения, где вообще всё было чуть-чуть кто наводял, что идеалом, тоже касается, естественно, и социальных строёв. То есть это не только искусство, это не только литература, великие примеры, но и социальное устройство общества. Начиная с Древней Греции, умные люди уже осознали, что самый лучший строй, если удастся его правильно создать, – это демократия. То есть когда все участвуют в управлении, чтобы оно всем нравилось. С первым успехом в течение последних шести тысячелетий в нашей истории демократия пыталась быть implemented в многих странах, в многих ситуациях. Лучшего, чем демократия, пока не придумали на сей момент. То есть кто-то сказал, что коммунизм будет демократией в своём лучшем выражении, не сложилось пока, по крайней мере. А демократия всё время, понятие такое, демократия меняется в историческом разрезе. То есть то, что мы, как молодые люди, когда мы были молодыми людьми и подразумевали под американской демократией, отличается от того, как эта демократия существует и работает сейчас. Но я принципиально не согласен с идеей, что демократия себя изжила. То есть у меня много друзей и знакомых учёных в северных странах, всяких там Голландиях и Нидерландах и так далее, которые прекрасно себя чувствуют в современном варианте демократии, и когда оно для них таки работает. И для демократии не так много надо. Надо, чтобы государство имело дофига денег, чтобы этим можно было пользоваться и своим гражданам делать подогреваемые тротуары в зиму, чтобы ноги не скользили на льду, да, и чтобы на это хватало денег. И демократия в этих маленьких северных странах работает так, что в каждом кантоне маленькой области страны все люди участвуют напрямую в голосовании, будем ли покупать картину Ван Гога для нашего музея или нет. И это нормально, и это правильно, это работает как часы. Я уже не говорю о достаточно известной попытке одной из этих стран сказать, что ребята, давайте мы вам будем платить, платить, то есть не только налоги не надо платить, а мы будем платить минимум зарплату без работы, чтобы вы могли выживать просто так и было хорошо. Весь народ проголосовал, сказал, не-не-не, нафиг надо, мы как-то сами переживем, справимся. Таким образом, американская демократия – это не демократия. Российская демократия, я вообще молчу, последние события в Беларуси, вы сами это понимаете. На сей момент в мире есть примеры обществ, где то, что называется современной демократией, работают как часы, все отлично получается, движется вперед. Я не вижу подтверждения темы нашей дискуссии, что демократия себя изжила. Я закончил, спасибо. Спасибо. Следующий, Григорий. Ну да, я должен сказать следующее, что элементы демократии или элементы тоталитаризма мы можем в любой культуре увидеть. Возьмем какую-то страну. Человек общается в семье и на работу. Он на работе практически большую часть времени проводит. Он может работать в туристической организации, может работать в организации, где царит демократия. То есть он может жить при каком-то очень нехорошем строе, но сам при этом работать в очень демократической фирме. И дома у него тоже царит демократия. Он может уйти в как бы свой кокон. И наоборот, он может быть работать там, я не знаю, в Скандинамии, в самой демократической стране, да будет работать в фирме, где царит талитаризм, произвол, и у него могут быть большие проблемы с семьей, в семье может быть тирания. Поэтому, когда мы говорим о демократии, мы говорим, что человек постоянно сталкивается с некими элементами, говорить о полной демократии или о полном проявлении талитарного строя мы не можем. И дальше у нас начинается смещение фокуса. Например, то, что сейчас в скандинавских странах делается, раньше называли коммунизмом. Хрущев говорил, что к 80-му году будет коммунизм. Абсолютно. Мы теперь видим это в скандинавских странах, то есть они взяли лучшее и назвали это скандинавской демократией. И что мы видим, например, в США? Мы видим, что у нас сейчас повторяется примерно 86-87 год, примерно перед развалом Советского Союза, когда в США начинаются вот такие некие протесты. Я уже не знаю, кто ими манипулирует или нет. Я не специалист, вы живете, вы больше специалисты. Проблема в том, что мы не можем говорить, что здесь чистая демократия, а здесь чистая монархия, а здесь чистое господство талитаризма. Ну и в конце я немножко скажу про себя. Я занимаюсь большими информационными системами, управлением их и пытаюсь научиться делать то, что называется искусственным интеллектом. Вот. Я закончил, передаю следующему человеку слово. Спасибо большое. Приготовиться Роману. Сева сказал, что люди не умеют коротко и четко выразиться. Но пока два человека уже нормально. Не треба нас дурить, умеем. Не треба нас дурить, Сева. Понял? Мы ж с Киева. Это ты тут один из Москвы, вот. Роман, правда. Да. В общем, очень интересно. Про это все сначала. Да, обязательно. Роман Клименко. Я живу в Южной Каролине уже более 25 лет. Сам родом из Украины, из Бессарабии. Получил выше там и здесь. Область, в которой я сейчас занимаюсь уже почти 20 лет, это международные отношения в плане global trade, то, что у нас называется, compliance, все, что связано с импорт, экспорт в разных странах и помощь для больших бизнесов или даже там, как у нас говорится, mom and pop shop, то есть это то, чем я занимаюсь. Растаможка, все инстанции, которые занимаются выдачей каких-то документов на разрешение на ввоз, вывозы и так далее со всеми вытекающими. Я думаю, что ты понимаешь, как кипит у нас global trade в США с приходом Трампа, так что я довольно-таки занятой в этом плане. Интересно, значит, Саша начал тему и Гриша как раз поддержал насчет там демократии и у меня есть интересный такой источник, я не там давно читал. Это значит такой think tank, который находится в группе The Economist, то есть это журнал «Экономист» британское. Они в прошлом году сделали такой доклад о демократиях, очень интересный доклад, где они опросили 166 стран и было 60 вопросов, по которым они прошлись. И используя эти 60 вопросов, они вот каждую страну взяли в определенную группу, то есть у них значит четыре критерия было. Там полная демократия, не совсем полная демократия, потом гибридные режимы и автократия. И как раз интересно, что и Саша, и Гриша затронули эти темы. Если вы можете себе так представить, значит полная демократия это как раз страны, которые Саша и Гриша упомянули. Это те же Скандинавия, Норвегия, Финляндия и потом более такие, как говорится, не совсем полноценные демократии. Это также страны Европы, которые новые члены, например, Европейского союза, типа там Хорватия и Румыния. Потом идет это дальше, которые имеют гибридные режимы, например, та же Украина. И в конце уже авторитарные режимы и список заканчивается Северной Кореей. Я также хотел добавить сюда, что такое полная демократия. Это то есть там, где у тебя есть полные свободы, свобода демократического выбора, ни подавления никаких политических взглядов. То есть это полная такая демократическая свобода слова. В таких демократиях, как США, например, хороший пример, это где у нас начинаются вот эти вот fake news и где у нас критикуют свободу слова. То есть у нас не совсем полная демократия, мы на пути к этому. Конечно, если нас могут банить в социальных сетях просто за одно слово, которое не понравилось там машине. Абсолютно. Абсолютно так. И гибридные режимы это, в общем-то, страны, которые становление либо демократического, либо авторитарного режима. И, ну понятно, что такая автократия, можно не вдаваться в подробности. В чем я хотел привести параллель к моей деятельности? Это прямая, в общем-то, зависимость от демократических стран, в которых очень легко вести торговлю, будь это импорт или экспорт. То есть все как по букве закона все это делается, это все хорошо излагается в законодательствах. Ну, просто очень легко работать с такими компаниями, которые находятся в этих странах. Безусловно, в странах, которые или развивающиеся или, скажем так, авторитарные, во-первых, трудно что-то конкретно реализовать, потому что у тебя слишком много, как говорится, регуляция, которые нужно обойти или представить определенную документацию, чтобы ввести или вывести товар. То есть в этом-то и заключается проблема для меня, допустим, как глобалиста, что если люди используют, в принципе, одну и ту же систему демократическую или какую-то хотя бы гибридную, то мы все будем за счет этого жить богаче, лучше и у нас будет меньше разных конфликтов, особенно военных конфликтов. Я тут Сэм немножко затянул, так что я закончу на этом. Хорошо, отлично. Ну, мы же продолжим. Значит, сейчас будет Сева. Сева я даю на минуту больше, потому что все-таки это человек медийный. Значит, только что я получил... Очень демократично. Несправедливо. Хорошо, все. Значит, в тех же рамках. То есть пора представиться, да? Меня зовут Сева Каплан, я интертейнер, то есть по-русски это называется шоумен, а на этой неделе я еще узнал, что я агент КГБ, что несколько странно, потому что КГБ вроде бы как не существует. Это как сказать, что я советский гражданин, хотя перед этим надо поставить букву Б и У, так сказать, бывший. Одну секундочку. Я слыхал это выражение от твоего радиослушателя из Бруклина в Дэвидсон радио. Так что он в этот раз не шутит Сева. И я тоже. Мне сегодня в мое шоу позвонил человек и сказал, что я теперь точно знаю, что ты... Но не важно. Это другая история. То есть это делает мне честь даже где-то. Потому что я не помню, что конкретно какой деятельностью я занимался в рамках возможной причастности к этой организации. Но тема у нас сегодня другая. Демократия как альтернатива тоталитаризму доказывает свою несостоятельность. Во-первых, очень трогательные чувства у меня появились в душе. Клянусь, тут никакой иронии, когда я послушал всех трех джентльменов, выступавших передо мной. Вы изумительно интересные, приятные, совершенно понятно излагаете свои мысли. Это такая редкость в наше время. Вопрос, с которого начал сегодня Сэм, а что в 70-е вы понимали про Америку? Ну, про Америку я понимал примерно столько же, как когда мой папа говорил, мой папа был пианист, концертирующий. Он говорил, я еду на концерты на Кавказ. Я был маленький совсем. Я думал, что Кавказ это веранда в горах, в которой стоит рояль. Папа играет на рояле. На нем стоит бутылка Боржоми, и над ним витает орел, вот как на эмблеме бутылки Боржоми было. Я примерно столько же понимал про Америку, но не то, чтобы я был необразован. Я как раз много читал с детства, но я просто думал, что большие дяди, которые не дают советским людям читать интересные для них книжки, ездить за границу, придумали альтернативу Советскому Союзу, такого демона, которого на самом деле, может быть, не существует, как в фильме The Truman Show, который вы все видели, конечно, с Джимом Керри. То есть доплыл до границы горизонта, а там картонка, там режиссер в будке сидит. Вот пока сам не увидишь, не попробуешь. Но когда я приехал, увидел, попробовал, и последние четверть века, ну, наверное, даже почти 30 лет я занимаюсь следствием массовой информации, причем моя публика, как правило, даже не понимает, где я всерьез, где я шучу, где у меня мистификации. Я использую разные инструменты для того, чтобы удержать их внимание. И действительно неравнодушных к моему шову нету. Мне больше интересны те, которые ненавидят. Но суть поставленной темы, она, в общем-то, упирается как бы в притчу о шести слепых, которые изучают слона. Сколько бы нас ни было, мы каждый идеально знаем свою часть о демократии. Для меня демократия, как универсальное определение, которое должно устроить всех, это устройство с ничем неограниченными возможностями. Не неограниченных возможностей, а с ничем неограниченных. То есть, если ты потянешь, то ты можешь их реализовать. А если нет, то ты будешь пенять на демократию, что она не демократия, что она тебя гнобит и все это... То есть, как военный коммунизм. Да, то есть, это тупиковая ситуация. Никому универсального общего знаменателя под этим сложнейшим определением просто быть не может. Каждый из нас имеет свой угол зрения, как те самые шестеро слепых. Если бы нас было, скажем, семь миллиардов слепых, как все население земного шара, мы пытались каждый дать свое определение о демократии, а потом сошел бы мессия. И, во-первых, убедил бы нас в том, что он мессия, что большая проблема, между прочим. А потом бы он нам дал определение демократии, которое не устроило бы нас всех, то мы свернули бы ему башку. Потому что он нас всех бы озлил, он бы продемонстрировал нам нашу интеллектуальную несостоятельность. Он бы перестал для нас мессия, он стал бы для нас посланцем дьявола. Но если отойти от, как бы, игр со словами, то я убедился в том, что тупиковая ситуация качелей, которые представляют собой демократию, левые наверху, правые внизу, консерваторы наверху, либералы внизу, демократы, республиканцы. Вот это вот качели, это довольно разумная система балансирования, потому что когда одни, как бы у одних перебор, то другие начинают компенсироваться, и народ их поддерживает. Наша американская демократия, что бы это ни было, она дожила до такого состояния, когда интеллектуальная аналитика, она просто не по уму, половине электората. И как альтернатива глупости появился провозвестник тупости, наш ныне действующий президент. И честь ему и хвала за то, что он появился, потому что он тем самым начинает перегибать обратно качели. Мы нуждаемся в равновесии. Чем дольше мы сможем его удерживать, тем больше у нас будет покой. Две альтернативы. Первая, это интереснейшая форма авторитарного режима в России, в которой исчезла как институция кухонное франдерство, что поразительно. И второе, я был поражен, когда был в Москве и разговаривал с людьми самых разных социальных слоев интеллектуального уровня, и они все говорят как один, что не надо трогать нашего президента, а ваш президент душка, говорят они. Вот он замечательный, он изумительный. И вот мы сейчас в результате, я перебрался со своим временем, хотел в две минуты уложиться. Мы в интереснейшее время живем, в состоянии раздражения. Мы теряем друзей, мы теряем супругов, потому что тот раскол, который синглхендедный, то есть сам сделал наш президент, за что я ему очень благодарен, он привел к тому, что мы начинаем заниматься самоочищением. То есть это тоже проявление демократии. Наш президент, это тот поток, который промыл когда-то Авгиевы конюшни, где мастером был, так сказать, прорабом Геракл. Это очищение, это как момент истины. И это вот как раз первое реальное проявление демократии. Хау, я все сказал. Спасибо большое. Спасибо большое всем докладчикам. Я как модератор постараюсь уложиться в три минуты, может даже меньше, если мне удастся. Я познакомился недавно с двумя интересными людьми. Один из Москвы, один из Калифорнии. Из Москвы это Сергей Гуриев, это специалист-социолог. И второй это профессор Даниэль Трейсман из Калифорнии. Они написали серьезную теорию информационной автократии. Разработали и написали книгу по информационной автократии. Которая, в общем-то, это манипуляция действий диктаторского или лжедемократического управления. И я считаю, что в мире именно это и происходит. И настоящих демократических так называемых государств в мире, ну, наверное, с полдесятка, не больше. И действительно, уже вы их сказали, которые находятся на севере Европы. Вот. Само слово демократия, которое пришло к нам из Древней Греции, никаким образом сегодня вообще антологически не соответствует своему понятию. Потому что самая-самая ужасная страна в мире, антидемократическая, так и называется Корейская Народно-Демократическая Республика. Это же издевательство над ухом вообще. Все во все время меня в русском языке поправляют, но вот тут я вот показываю, что я знаю русские. Что еще? Вот, например, большая часть африканских стран имеют в своем наименовании демократию. Такая страна, как Либерия, например, считается демократическая либеральная страна. Вы знаете, как организовалась Либерия? Из тех людей, которых, будем говорить, выслали из Америки за плохое поведение, которые хотели на родину в Африку, и они имели черный цвет кожи. Черный цвет кожи у них остался, и у них там полный бардак в этой Либерии. Понимаете, да? Вообще-то демократия, она, как и христианство, почему-то навязывает, навязывает свои идеи. Мессианские. Демократия, люди должны прийти к демократии своим интеллектом. Большая часть населения Земли на сегодняшний день интеллектуально не готова к демократии. Почему? Потому что так и остались группы людей, которые руководятся вожаками, которые так или иначе являются информативными автократами, на которых работают команды специальные, которые делают так, чтобы люди не видели, что король голый. И еще все время в течение цивилизации человеческой время от времени появляются гуру. Иногда по два, по три гуру, иногда десять гуру в одно время. Вот примерно 70-80 лет тому назад на Земле жили такие гуру, как Адольф, как Иосиф, Джозеф, как Бенито, как Владимир, Ленин. И как они все очутились в одном временном отрезке. И посмотрите, кого мы сегодня имеем. Мы сегодня имеем Путина, мы сегодня имеем Трампа. Кстати, те люди, которые целуют Трампу пятки, они почему-то не любят Путина на словах. И наоборот, люди, которые целуют пятки Путину, почему-то на словах не любят Трампа. Но это одна и та же категория людей практически. У нас есть Эрдоган, у нас есть Си, Чи, как вы его не назовете. У нас опять собралась такая же точно группа, как 80 лет тому назад. Именно поэтому я вас собрал, чтобы мы подумали, как научиться жить под водой. Передаю слово опять Александру Савченко. Ну, спасибо за комментарий. Единственное, наверное, у меня большой толстый комментарий по поводу того, что ты сейчас сказал, состоит в том, что Америка уникальна. Страна очень сложная в создании и управлении. А многонациональность это совершенно не очевидная ситуация, которая не решается легко, которая требует намного больше работы, чем однородные по национальности, по языку и так далее северные страны, где люди живут в одном менталитете и все получается хорошо. Сотнями лет! Абсолютно! Сотнями лет! Совершенно справедливо. Поэтому реально получается так. Если в Америке Black Lives Matter кого-то раздражает, то менталитет черных, которые кричат, мы хотим вот это, это одно, тех, кого раздражает, это другое, тех, кто считают, что имеют право на жизнь те и другие, третьи. И это все вместе, этот суп должен каким-то образом уживаться. С третьей стороны, из Калифорнии, так я вам скажу, что если есть деньги, то демократия получается намного легче. То есть, недавно... То есть, демократию можно просто покупать, да? Демократия такая проститутка, которая продается. Ну, так скажем, они в Калифорнии, в Бэй-эреа построили себе дома и оказалось, что не хватает теннисного корта. Так в демократическом режиме за неделю, за какие-то 200 тысяч сноса получился крытый теннисный корт. То есть, есть решение демократии, которое все происходит мгновенно, особенно если есть деньги, которые, соответственно, являются двигателем прогресса в данном случае. Ну, и поэтому реально получается ждать, что в Америке модель демократии будет хоть как-то соответствовать идеалу, очень трудно. Имейте в виду той демократии, которая была в Афина. Той демократии, которую мы говорим, когда мы подразумеваем, что демократическое общество это лучшее общество, чем другие общества. В свое время хорошо сказал Буш, младший, да, у них же нефти нет, зачем им демократия. То есть, так скажем, американский подход к действительности часто и сильно отличается от менталитета северных стран. Что мне страшно нравится в науке северных стран, я не знаю, слышали вы это или нет. Они говорят, что если ты сидишь за компьютером больше 40 минут, то острота мозгов притупляется, и тебе нужно пойти выпить кофе, и это чуть ли не требование, чтобы ты работал на максимуме интеллекта. То есть, не надо пыхать по 14 часов в день, как в Китае, или еще... Вот мы как раз 40 минут. Надо, чтобы мозг работал at its best. То есть, я даже не хочу начинать, когда ты сказал, что люди, которые поддерживают Трампа, видят одно, а идут другое, потому что идет генетическая революция, и как начнется описание того, как люди думают и какие люди разные по тому, как они думают, это вообще будет страшный удар по демократии. В общем, Америка особый случай, очень трудно что-либо сказать, трудно предсказать, как это сделать. Проще изучать демократию на народных северных странах, где последние действительно 300-400 лет все думали одинаково, говорили на одном языке, деньги есть, все хорошо. Спасибо. Спасибо, Гриша. Я попробую сейчас очень коротко сказать довольно сложную мысль. Дело в том, что мы должны ввести новую метрику. Метрика называется сложность системы. Если у нас много сотен лет жили одни и те же люди, их потомки в одинаковых условиях, где практически ничего не менялось, у них там все устаканилось. Метрика этой системы проста. Понимаете? Проста. Кто-то делал часы 300 лет, да? Часовщик его отец, сын. Кто-то, например, возделывал, возделывал, например, лук, корову паслить, он молоко делал, шоколад делал вкусный. Кто-то ловил рыбу, да? Вот. А мы сталкиваемся с новым обществом, где отношения гораздо сложнее. Есть такая метрика, как сколько операций надо сделать, какая вложенность операций для того, чтобы сделать там молоко. Ну, это порядка сотни операций. Сколько нужно операций, чтобы выловить рыбу? Ну, это 300-400 операций. А сколько нужно, чтобы сделать современный процессор? 100 тысяч операций. Понимаете? И эти операции очень сильно связаны. То есть метрика, сложность системы очень сильно увеличивается. И вот когда у нас увеличивается сложность системы, обычные методы управления, к которым мы привыкли за тысячи лет, начиная с Афины, Греции, они не работают. Понимаете? Потому что Америка тоже не одна страна. Или плохо работают и тем самым себя дискриминируют. Извини. Да, Америка это не одна страна, потому что вот мы сейчас с вами говорим, между нами 8 тысяч километров, да? Формально Америка одна страна? Нет. Это разные страны. Я скажу почему. Потому что в Америке есть фирма Boeing, а есть фирма Lockheed Martin. И у них бюджеты, как у европейских стран. Это две страны, которые воюют друг с другом. А есть, например, империя Илона Мартин. Ну зачем сразу воюют? Тихо, тихо, тихо. Нет, дружок. Записывай себя, записывай. Потому что Boeing и Lockheed Martin борются за гособоронзаказ, который в США огромен. И каждый хочет взять свой кусок. И если мы возьмем, например, Google, который якобы монополия, но Google начинает вторгаться на поле Амазона. Он начинает вторгаться на поле, например, торговли едой или доставки еды. И эти большие монополии являются собственными странами внутри той страны, которая называется Америкой. Пока это не все осознали, но это так. Когда у нас система усложняется, у нас на то, что называлось раньше страной, накладываются некие корпорации, некие группы, которые ведут себя как отдельные страны. И там может царить все, что угодно, начиная с розовой демократии и кончая очень жестким режимом. Вот что я хотел сказать. Передаю слово следующему человеку. Спасибо, Ром. Да, спасибо. Очень интересная дискуссия. Хочу добавить, что я, кстати, Гриша, с тобой в чем-то согласен в том плане, что поездив по США очень легко увидеть, насколько северные штаты восточного побережья и южные штаты отличаются. Я когда ездил в командировки в ту же Силиконовую долину и в Сеаттл, в Майкрософт, это такое ощущение, что я попал на 40-50 лет вперед с места, где я живу. Я живу в Южной Каролине и, кстати, довольно-таки прогрессивный городок, потому что здесь много пенсионеров, которые приезжают с севера. если сравнить с Рурал Америка, это будет Силиконовая долина и Рурал Америка это different world. Абсолютно, абсолютно так. И дело в том, что вот у нас такой, как говорится, суп, Сева, по-моему, и назвал его. Да, это такой суп. Оллинг пат, по-английски. Оллинг пат. И действительно, что Трамп, в принципе, создал вот что-то вроде как химической реакции, которая начинает разветвлять не только в крайних левых и в крайне правых, но вот какие-то ячейки среди даже и левых и правых. То есть я, например, лично не принадлежу ни к демократам, ни к республиканцам, но я в последнее время начал так, я был такой более либеральный, но теперь я такой более вправуюсь, то есть начал, как говорится, по двери. Одну секунду, я как модератор, у меня вчера случилось, я так поправил, я чуть ли не записался в эти самые с КПК. Да, серьезно. Я был на почте, одна секунда, я был на почте, и там менеджер был черный, и он меня попытался дискриминировать, и вызвал на меня полицию. И я сказал, я иду в Кукусклан после этого. Ну, вот, Сэм, я тебе вернуться немножко на тему того, вот как Америка представлялась нам, ну, понятно, я уже здесь больше 20 лет, мне здесь нравится, но я помню, когда я был пацаном, там, в 70-е годы, 80-е, и мой отец, как преподаватель английского языка, постоянно слушал Voice of America, на что его ученики, которые особенно его недолюбовали, часто жаловались к ЭГБ, так что мой папа туда ходил как на прогулку. Это были интересные сводки, когда я был постарше, он мне начал больше со мной делиться на эту тему, но просто как только мы начинали этот разговор, те, кто были за СССР, а там у них черных линчуют, а вот они такие-таки, и проходит вот много-много лет, я приезжаю в США, и вот смотрю у нас вот в газете, значит, публикация, будет марш Куклуксклана, а это 95-95-96 год, и я живу, опять-таки, в Южной Каролине, но мне это настолько было интересно, что я поехал на этот марш, посмотреть со стороны, как это выглядит, ну, такая однородная толпа людей, которых, знаешь, я бы сказал, что, наверное, пальцев на руках и ногах больше, чем зубов во рту, и ну, в общем, такая, определенная специфика публика, да, ну, их было очень мало, их было, они спокойно продемонстрировали, люди на них смотрели, просто, знаешь, как нюсанс такой, как слона водили, как слона по улице водили, абсолютно так, но для меня это было только интересно, знаешь, вот, насколько в Советском Союзе нам говорили, а там так плохо, пугали все, да, ну, там горстка, ну, 300-400 человек собралось, знаешь, население здесь в округе, ну, 500 тысяч, то есть, в радио здесь 50 миль, то есть, это ничто, так что, я думаю, что абсолютно согласен с Гришей в том, что то, что работало когда-то в Греции, оно, безусловно, уже не работает, и нам нужно для США вообще какую-то новую модель создать, взять что-то у севера, что-то у юга, и что-то у Китая, я быстро на 10 секунд, я вот скажу одну вещь про Китай, который там 20 лет вообще в Global Trade был вообще ничто, но они, когда за что-то взялись, они сказали, мы будем строить вот там Single Window, то есть, это все таможенные дата, вся таможенная дата будет вливаться в один сервер, да, ну, мы тут в США долго дискутировали на эту тему, мы еще до сих пор ее строим, у них это уже работает, то есть, настолько, они когда за что-то взялись, они это делают моментально, а мы еще будем долго тут теории разводить на эту тему, так что, демократия, согласен, согласен, то есть, нужно, как говорится, pick your battles и выбирать какую-то такую систему, которая, в общем-то, что-то гибридное, что-то демократия, но какая-то своя демократия, мы можем спасибо, Ром, ром, хорошо, закончил, да, спасибо, перед тем, как Сева сейчас скажет, значит, там не только Лондон, с нами не подключился ни Париж, ни Лондон, ни Москва, ни Киев, вы заметили, какие важные люди с нами не подключились, и нам без них просто вот ужасно, вот, перед тем, как Сева скажет, я думаю, что мы еще один круг пройдем и скажем немножко о ситуации в Минске, потому что такая зарисовка, и как этот Минск связан со всем миром сегодня, что Минск сегодня затмил как бы Хабаровск и Минск затмил на какое-то время даже Портланд и какие-то там ситуации в Северной Корее, мы об этом поговорим, но еще одно, я Сева там упомянул о своей работе в Комитете Госбезопасности, это будет наша следующая передача, поэтому сегодня не развиваем эту тему, хорошо? и я думаю, что мы в следующую встретимся буквально через несколько дней и ты нам расскажешь конкретно в деталях, какие ты выполняешь здесь задания, потому что у нас здесь два очень серьезных агента, ну, я слыхал от других людей, что человек, который назвал Севу комитетчиком, он сам каким-то образом, в общем-то, и он тоже каким-то образом связан с некоторыми спецслужбами российскими, мы не называем его пока имя, да, Сева, мы пока не называем его. Да не, но все это можно выразить, ты сейчас объявляешь, что, чего может не произойти, это всегда плохо в шоу-бизнесе, знаешь, как может сложиться. Значит, я все это выражу, все, пожалуйста, значит, по теме. Ой, ну, во-первых, у меня действительно очень теплое чувство, редкое чувство, знаете, по вкусу, от сегодняшней компании, Алекс, Гриша, вы просто изумительные парни, и совсем разные, и, в общем, это так трогательно. Мои измученные души, это как сеанс психотерапии. И Рома с его историей, вот это, как бы, байку внедрить, это тоже важно, иначе мы потеряем часть аудитории. Я сейчас это усугублю. Был такой страшнейший российский фильм, не помню, лет 7 назад, наверное, назывался «Точка», про девочек, которых делают проститутками, и они работают, это называется «Точка», рабочее место. И вот одна из них, ее берет клиент, который никогда не показывает, съемка изумительная совершенно, показывает только его бычий затылок, татуировку, серьгу, он за рулем, гроза, вот как сейчас вот над Манхэттеном, Манхэттен не виден у меня из окна вообще, туман, все закрыл, молния грохочет, он взлет эту девку, которая уже бывалая, но ей страшно, он привозит ее в лес, под проливным дождем, она ее вытаскивает из машины, бьет ее страшно, и прижав ее к дереву, насилует, хотя она и так бы ему дала за деньги, а потом, когда все это кончается, он ее затаскивает обратно в машину, и вдруг совершенно спокойным, нежным голосом говорит, «Извини, дочка, я просто иначе не могу». И вот, когда мы пытаемся анализировать, скажем, изумительную вот эту вот, в таких болезненных проявлениях демократию, как наша американская, нужно понимать, что некоторые мужчины только тогда ощущают себя мужчинами, когда женщина сопротивляется. То есть это как бы укоренившийся шовинизм. И поэтому, вместо того, чтобы принимать воягру, нужно просто начать уважать женщину, и, может быть, дать ей возможность взять, так сказать, вложив свои руки, и выяснится, что он не импотент. Так вот, невозможно доказать тем, кто не пробовал Америки, что, скажем, такая офигенная демократия, как в Нью-Йорке, где 174 языка и диалекта, это же люди, которые сюда приехали, в основном здесь всегда... То есть первые, и мы с вами иммигранты, нехорошо говорить о себе в возвышенных тонах, но мы все знаем, что иммигранты – это переливание крови Америки, страна нуждается в этом. Первое поколение, приехавшие сюда подростками или взрослыми, у них там огромная фора по сравнению с мейнстримом, поэтому они начинают накручивать такие обороты. Вот, скажем, приведу пример короткий про Китай, там, когда из деревни крестьян пустили в город, то производительность труда поднялась там во много раз на заводах, потому что они привыкли тяжело работать по 14 часов. И мы, иммигранты, привыкли работать, пока мы не встанем на ноги. От страха, от невозможности найти точку опоры. Поэтому пока мы будем пускать сюда иммигрантов, у нас не будет проблем. То есть, в принципе, мы – это тот самый эталон, которому невозможно подражать. Это обновление крови. Обновление крови. К сожалению, поэтому вся наша мудрость, она локальная, она неприменима к другим странам. Вот я хотел на этом бы закончить. Спасибо. Я сейчас… Вы уже так все широко и глубоко осветили эту тему, что я уже закончу на этой теме. И мы переходим на события политические очень коротко в мире. Один комментарий, очень быстро. Давай. Гриша сказал, что Боинг и Локхид Мартин – это практически война. Это нормальная конкуренция. Для Америки это называется деловое сотрудничество. Поэтому я не знаю… Мы из разных стран. И говорим немножко на разных языках. На мой взгляд, американское понятие демократии подразумевает, что борьба за госзаказ не переходит в войну. По крайней мере, до Трампа не переходила. Все. Сори. Я принимаю и одно мнение, и второе. Я как раз где-то посередине. Это и война, и конкуренция. Потому что я был в бизнесе сам 40 лет, и я знаю, что такое война, как конкуренция переходит в войну. И как начинаются, даже самые люди, которые вроде образованные и грамотные, они начинают просто друг друга уничтожать насмерть. Я не шучу. Сначала меня уничтожали, когда я начал бизнес в Америке. Как только я вырвался и прошел какую-то черту, я начал других уничтожать. То же самое было в Советской Армии. Пока я не был сержант, меня уничтожали. Я стал сержант, я начал других уничтожать. Потом я это понял, но уже было поздно. Ты стал старым сержантом. Кто хочет? Можно добавить, Сэм? Да. На эту тему быстро. Хороший как раз пример это вот Амазон, который превратился из продажи учебников в такой огромный конгломерат, который продает все, что хочешь теперь. И также, в общем-то, наступает на ноги компаниям, как там UPS, FedEx, USPS, потому что они купили свои логистические компании и нанимают водителей и летчиков слева и справа. То есть, как у любой корпорации, наш гол стать этим монополией. Сейчас хорошо у нас пошло, ребята. Я остановлю немножко. Хорошо. Начал по своей специальности. Это то, что я просил по теме. Вот кто в какой специальности, правильно. Алекс Савченко, он бизнесмен, он ученый и он бизнесмен. Рома работает в логистике и он высказался. Сева работает в промывании мозгов, он высказался. Гриша работает во всем понимании. Сева недовысказался. Камон. Я не чувствую себя промытым. Ты что, не чувствуешь себя? Я не чувствую, что мои мозги промыты. То есть, Сева недовысказался. Алекс, зато ты получил комплимент от Севы. И ты помнишь, когда ты первый раз высказал свое мнение о Севе, оно было совершенно другое. Так или нет? Ну, у меня были основания. Сева говорил для других людей, но тем не менее. Сева, ты понял, как оно работает? Вот так. Обязательно должен быть миддлмен иногда. И я счастлив, что я им сегодня оказался и что я всю жизнь этим стараюсь заниматься. Моя специальность это меня научила это делать. Потому что у меня были клиенты-республиканцы и демократы. И они мне все время говорили, вот ты знаешь несколько тысяч людей здесь, ты можешь нам подогнать на выборы русских? Демократы ко мне приходили, республиканцы. Я говорю, я могу вам подогнать костюмы. Людей я не буду вам подхонять. И вот сейчас мы переходим на внешнюю политику, так сказать, ситуации в Минске. Но я начну эту ситуацию, я очень коротко, я начну эту ситуацию с Украины. Когда был захвачен Крым, самым нахальным образом, Крым был в состоянии вот этой вот проститутки. Потому что Украина, Украина, будем говорить, не обслуживала, то есть Украина была слабым мужчиной таким. Вот такой, как Янукович, слабый мужчина. Он же только выглядит, он большой, а вообще он импотент. Потому что так ничтожно вести политику, как он вел, это импотент. Вот. Он пытался, как говорится, насиловать Украину, но он забыл, что в Украине есть еще несколько олигархов, у которых тоже большие члены. Понимаете? Вот. А он хотел один, в одиночку. И они ему этого не дали сделать. Вот. И в то время, когда Украина была слабая, приходит Россия в мужском образе, вот, и просто насилует эту Украину и забирает у нее кусок в виде Крыма. Россия экономически так набралась финансов за счет высокой цены на нефть, что можно было просто купить этот Крым. Легко и просто и по дешевке. И не было бы никаких санкций, не было бы никакого обострения. Вот с этой ноты мы потом переходим на Минск, и я думаю, что у нас все хорошо получится. Алекс, ты готов сейчас с этой темой на другую? Я знаю, что ты человек широких взглядов. Готов, конечно, но только, то есть, слов нет, одни выражения. В основном, реакция такая, потому что я из Украины и я видел, как в Украине жизнь была плохая, там еще что-то происходило, но был Майдан за Майданом и менялись правительства, потому что люди не терпели этой жизни. то, что происходит в Белоруссии, это настолько противоположно всей возможной демократии, насколько это возможно быть противоположным. Собственно говоря, у меня все. Спасибо. Спасибо, Гриша. Вы знаете, я хочу сказать, что мое мнение, что в Белоруссии отрабатывается новый механизм взаимодействия с государством. почему? Потому что протестанты не сожгли ни одной витрины, они ведут себя очень мирно, однако они получают очень жесткое сопротивление. очень важно. Все события жесткие, которые были в Киеве, происходили на Крещатике. На Крещатике не был разграблен ни один магазин. Я очевидец, потому что мне люди с айфонами постоянно оттуда напрямую это показывают. Каждый день я это смотрел. Я слушаю, В Белоруссии сразу много точек возникновения. Во-вторых, демонстранты ведут себя очень культурно. А против них применяется очень грубая сила, как будто бы испытывают терпение, когда, наконец, культурные люди станут вести себя некультурно. И мы видим противодействие методов средневековых против методов кибернетического 21 века. Это столкновение кибервека и темного средневековья. Вот что я вам скажу. То есть они уже дошли до отключения связи IT. Да. И так как этот конфликт будет решен, мы увидим, как кибернетический век побеждает средневековое абсолютное зло. Можно сказать так. И это будет потрясающий пример для остальных стран. Мое мнение. был вопрос, когда это произойдет. Вы знаете, в чем дело? Этот процесс, он не будет резким. Он будет длиться, я думаю, некоторое время и в конце концов мы увидим полную победу современных методов управления, современных методов взаимодействия. Я думаю, что это будет проходить, ну, я думаю, несколько месяцев. Причем исход будет самый неожиданный. Спасибо. Роман. Я солидарен с Алексом в плане, потому что я тоже из Украины. Здесь я только могу пожелать белорусам удачи. Меня тоже все это очень напрягает. Согласен. Только эмоции в этом плане. Здесь очень трудно разобраться в том плане, в какую сторону это пойдет. Надеюсь, что жизни не будут потеряны в этой ситуации. Это все у меня сам. Спасибо. Я думаю, у Севы сейчас будет довольно широкое такое... Не, ничего широкого. Я, как всегда, аллегориями мыслю. Я думаю, что каждый народ проходит через свою пустыню в рамках своей страны, ведомой вот этим Моисеем, который представляет его коллективное бессознательное. Белорусский народ тоже бродит по пустыне в рамках своей территории. И когда это произойдет, это зависит от того... Вот когда Ленин затевал революцию, он сказал телеграф, телефон, а потом сказал кино, страшная сила. Сейчас у всех это есть. Вот эта технология, о которой говорил Гриша, есть у всех. Поэтому скорость процесса не обязательно соизмерима с продолжительностью беременности. Нельзя сказать, что вот столько это месяцев это займет. Нельзя вычислить. Это может вспыхнуть и все. Я гораздо больше боюсь того, что Россия может повторить украинский эксперимент с Белоруссией. Потому что он уже начался. Подготовка уже идет. Уже Лукашенко, который только что выказывал недовольство Путиным, большая редкость была в тот момент. И вдруг раз они все замирились... Подчеркни, Путин же первый его поздравил с президентством. Ну правильно. Так это же потому что один авторитарный поздравляет другого. Естественно. Конечно. Но с другой стороны, ведь когда Советский Совет еще был, никто не думал, что он в одночасье кончится. А тогда ведь не было мобильных телефонов. Так что я смотрю с оптимизмом ближайшее будущее по части Белоруссии. Какой оптимизм? Ну, батьку, скидывать пора. И что дальше? Это мысль очень здравая. Вопрос когда и как. Да. Но там кандидаты уже есть женщины по имени Светлана, которую не успели убить. Ну да. Я знаю, Сэм, такой быстрый вопрос Гриша, возможно, более осведомлен в этом плане. Но я знаю, что в Белоруссии очень сильно развитый IT-сервис. Там очень много крутых айтишников. И, в общем-то, отключение интернета как-то, в общем, третьи силы, мне кажется, поспособствовали там. Что скажешь на эту тему? Понимаете, в чем дело? Даже крутые айтишники, если им режут трафик, им довольно тяжело сорганизоваться. Это раз. Во-вторых, у крутых айтишников не пропадал интернет, но их мало. Но они не могли этот интернет всем остальным раздавать. Если у вас меньше одного процента имеют интернет, считайте, что его нет. Кроме того, у вас могли быть спутниковые телефоны, которые не отключались. Но это очень маленький процент людей, понимаете? де-факто вся страна оказалась без интернета. Вообще понятия отключения или не отключения интернета в наше время не работают. И знаете почему? Почему не работает такое понятие отключить интернет? Потому что вы всегда можете на автомобиле, на велосипеде съездить в соседнюю страну, потому что Белоруссия маленькая, понимаете? Можно почтовыми голубями пользоваться, дымами, сигналами, да? Кроме того, в Белоруссии живет 20% польского населения, которое напрямую связано с Польшей. Совершенно верно. В наше время отключение интернета в отдельной стране не работает. Даже в Северной Корее есть нелегальный рынок, где поставляются голливудские фильмы, музыка и мелодия. Так что отключить просто так невозможно. Все. Значит, будем сейчас заканчивать. Будем сейчас коротко. Ну, видите, Алекс предупредил, он ушел. Да, так вот, чтобы закончить красиво, мы поняли, что демократия, то, что называется сегодня демократией, это не демократией. Это не демократией, никак это демократией назвать нельзя. Это я так понимаю. Это не демократия, это пародия какая-то. Для того, чтобы демократия стала демократией, Общий уровень интеллекта населения Земли должен значительно повыситься. И в руководстве стран, и, может быть, в глобальном руководстве должны стать люди с очень высоким интеллектуальным потенциалом. А этого на сегодняшний день нет. Я закончил. Гриша. Ну, что я должен сказать? Я должен сказать, что у нас сейчас в Фейсбуке больше 50 различных гендеров. Не только мужчина, женщина, но и разные переходные ступени. И у нас должно быть много разных видов демократии. Чем больше их будет, тем более устойчивое общество. Понимаете, возможно, в идеале у каждого человека должна быть своя собственная демократия. То есть человек-государство. Несмотря на то, что нас пытаются обобщить, я считаю, что в идеале у каждого человека должно быть и может быть как персональный профайл Фейсбука свое собственное государство. И своя собственная партия. Совершенно верно. Партия государства, как пелцой. Я объявляю свой двор безъядерной зоны. Лучше не будет. Надо на этом заканчивать, Сэм. Все. Нет, так ты давай скажи пару слов и все, и закончим. А я сказал. Вот оставь на этом. Лучше не будет. Давай, наверное, заканчивать. Хорошо. Вот теперь у меня есть два слова и мы заканчиваем. Ты даже не знаешь, как ты попал в эту десятку. Ну, ты, слушай, ты чувствуешь. У меня была дискуссия пару дней тому назад с людьми, которые, ну, в литературе. Значит, они очень такие литераторы, они пишут книги и все. Я считаю, что каждый литератор и каждый вообще творческий человек, поэт, литератор, композитор, скульптор, музыкант, они должны прочувствовать момент своего апогея. И после этого желательно, ну, как для себя уже это делать, но не показывать это все людям. Потому что люди всегда будут сравнивать с его апогеем и увидят его падение. Это мой такой, мой такой взгляд. И увидят его, и так же и политики, конечно. А политики, ни политики, ни литераторы, ни художники, ни скульпторы не знают этого момента. Почему? Потому что их эго толкает их дальше и дальше. И только одного человека, которого я хочу подчеркнуть, который в своем творчестве как бы держался все время на высокой планке, а потом просто подписывал чистые листы бумаги и продавал их. Вы знаете, что это был Салватор Дали. Он как начал на спорт такой, на короткую дистанцию, очень быстро, он так и закончил. Вот на этом, мне кажется, что надо заканчивать. Но ты же хозяин, ты же барьер. Все, закончили. Все, счастливо. Все, спасибо. Спасибо. Гриш, очень приятно. Счастливо. Очень приятно. Сэн, спасибо. Пока. Окей, я очень надеюсь, что вам было интересно наше мнение. А теперь мне интересно узнать ваше мнение. Пока-пока, друзья. До встречи.